Встреча с верхами или с низами Снизу мама у меня была, как вы знаете, много раз об этом говорила, семья рабочая, отец рабочий, мастером работал в последнее время, техникум закончил. Мамы не было образования даже среднего, она просто была рабочей. И нянечкой работала в больнице, и кем только не работала, и дворником работала, сторожем ночным. Не хотела меня оставлять в детском саду, там в яслях. Вот. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава Богу, до последнего времени это было и есть. Надеюсь, сохранится очень тонко чувствую пульс того, чем живёт рядовой человек. То есть на мировом уровне Вы на стороне тех, кто не хочет? На мировом уровне, конечно, это входит в круг моих обязанностей смотреть, что происходит на мировом уровне. Я за то, о чём только что сказал, за демократические отношения с учётом интересов всех участников международного общения, а не только интересов так называемого «золотого миллиарда». Понятно. Мы с Вами встречались ровно год назад. Тогда атмосфера и обстановка международная были вполне уже напряжённые. Но, конечно, когда мы смотрим на тот октябрь из этого, кажется, что там просто идиллия была. Очень много изменилось за год. Буквально мир перевернулся, как некоторые говорят. Вот для Вас лично, что изменилось за этот год? Внутри, я не знаю, в Вашем восприятии мира, страны? То, что происходило в последнее и происходит сейчас, в том числе, скажем, на том же украинском направлении, это не изменения, которые происходят вот сейчас или после начала специальной военной операции России. Нет. Все эти изменения, они идут в течение многих лет уже давно. Просто на это так или иначе кто-то обращает внимание, а кто-то нет. Но это тектонические изменения всего миропорядка. Вы знаете, вот эти тектонические плиты, они же постоянно находятся в движении, где-то в коре земной. Когда, как специалисты говорят, двигаются, двигаются, всё спокойно и тихо. Но изменения всё равно происходят. Вот в том раз, зацепились, энергия накапливается, накапливается, пум, сдвинулись. Происходит землетрясение. Вот накопление этой энергии, так, и потом её всплеск такой привели вот к тем событиям, которые происходят. Но они происходили раньше. Ведь в чём суть этих происходящих событий? Возникают новые центры силы, я всё время об этом говорю. Да и не только я, разве во мне дело? Они происходят по объективным обстоятельствам. Что-то, значит, уже увядает там из прежних центров силы. Сейчас я не говорю даже, сейчас не хочу говорить, почему это происходит. Но это естественный процесс роста, отмирания, изменений. Нарождаются новые центры силы, в основном в Азии, конечно. Африка впереди ещё. Да, Африка очень бедная, очень бедный континент. Пока. Но, смотрите, потенциал какой колоссальный. Латинская Америка, всё это будет точно совершенно развиваться. Происходят вот эти тектонические изменения. Но то, что не мы, а именно Запад довёл до сегодняшней ситуации, если вопросы будут, я готов ещё раз к этому вернуться, к тому, что происходит на Украине. Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привёл к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали. Но не важно. А важно то, что тектонические изменения происходят и будут происходить. И наши действия здесь ни при чём. Да, действительно, они просто высвечивают происходящее событие более ярко и подталкивают некоторые процессы, которые начинают развиваться, может быть, быстрее, чем это было до сих пор. Но, в целом, они являются неизбежными. И это происходило бы вне зависимости от того, как действовала бы Россия на украинском направлении. А если про наше государство говорить, вы что-нибудь новое за год о нём узнали? Вы знаете, что касается нашего государства? Конечно, у нас есть издержки, и прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я всё время об этом думаю. Но есть экономические потери, но есть огромные приобретения. И то, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счёте, я хочу это подчеркнуть, в конечном счёте, идёт на пользу России и её будущего. С чем связано? Это связано с укреплением нашего суверенитета. Это связано, да, причём по всем направлениям. И в данном случае, прежде всего, в экономической сфере. Ведь совсем недавно ещё мы сами с тревогой думали о том, что мы превращаемся в какую-то полуколонию. Мы ничего не можем сделать без наших западных партнёров. Ни финансовых расчётов не можем произвести, ни технологий у нас не будет, значит, рынков не будет, ни рынков сбыта, ни источников приобретения навечных технологий. Ничего нет. Стоит только щёлкнуть, и у нас всё разваливается. А нет, ничего не развалилось. И фундаментальные основы существования российской экономики и самой Российской Федерации оказались гораздо более сильными, чем кто-то об этом думал. Даже, может быть, мы сами. И вот это очищение, вот это понимание своих возможностей, умение быстро перестроиться в сегодняшней ситуации. И объективная необходимость не только ускорить процессы импортозамещения, но и заменить тех, кто уходит с нашего рынка, оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех, кто уходит. Всех тех, кто уходит. Они ещё на ухо шепчут, мы ненадолго уходим, мы скоро вернёмся. Ну а как, продают за один доллар, там, многомиллиардное имущество? Почему? Менеджменту продают. Это что такое? Значит, договорённость с менеджментом есть, что вернуться? Ну а как иначе-то? Что, подарки такие двум-трём конкретным физическим лицам, что ли, делают? Нет, конечно. Да мы знаем эти настроения. Поэтому вот это чрезвычайно важная вещь. Мы сами, наконец, осознали, мы всё время говорим, мы великая, великая, мы великая страна, мы можем это сделать. Мы понимаем среднесрочные последствия негативного характера, связанные с закручиванием технологий. Так нам и так закручивали все критически важные технологии. Кокумовские списки вроде отменили, они реально действовали на протяжении десятилетий. Сейчас обострили, конечно. Ничего, выяснилось, что получается у нас, оказывается. И ещё одна очень важная составляющая – это она носит такой духовный характер. И, может быть, это самое главное. Во-первых, вот этот, как бы, такой широкий лозунг «своих не бросаем» – он на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителя других этнических групп россиян. И готовность бороться за своих людей ведёт к сплочённости общества. В этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы её подтвердили и укрепили. И вот это самое главное. А есть что-то за этот год в нашей стране, что вас по-настоящему разочаровал? Да нет. Нет. То есть оргвыводы не нужны, никаких, так сказать, особых изменений не следует? Ну, оргвыводы всегда нужны. Если вы имеете в виду кадровое решение, это естественный процесс. Всё время нужно думать об обновлении по различным направлениям, готовить новые кадры, выводить на новый уровень людей, которые способны работать над задачами более высокого уровня, чем те, над которыми они работали раньше. Конечно, это естественное дело. Но так, чтобы сказать, что кто-то там меня в чём-то разочаровало, нужно там кого-то разгонять, такого нет, конечно. Отлично. Владимир Владимирович, Ваше решение начать специальную военную операцию в феврале было, конечно, большой неожиданностью для всех, в том числе и для большинства граждан России. Вы многократно объясняли логику и причины, мы знаем, но всё-таки это решение такого масштаба, который, наверное, не делается без какого-то особого толчка. Что случилось перед этим решением? Ну, я уже много раз говорил, вряд ли сейчас скажу что-то новое в этой аудитории. Ведь что произошло? Ну, я уже не говорю там про расширение НАТО, которое за счёт Украины, которое было абсолютно неприемлемым для нас. И все это знали, но просто игнорировали, напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности. И очередная попытка в конце прошлого года в очередной раз провалилась. Нас просто послали подальше и всё, сказали, ладно, сидите там. Ладно, не буду говорить лишних слов, но, в общем, проигнорировали. Это первое. Второе, что важно, значит, при поддержке своих западных кураторов, представителей и киевского режима, публично ведь отказались от выполнения Минских соглашений. Значит, руководитель сказал, что ему не нравится ни один пункт в Минских соглашениях. Публично же сказано. Другие высшие должностные лица прямо заявили, что они не собираются этого делать. Бывший президент сказал, что он подписывал Минские соглашения, но исходило из того, что они не будут никогда реализованы. Но чего ещё больше-то нужно? Ведь одно дело, когда что-то нужно внедрить в сознание миллионов с помощью средств массовой информации и интернета, а другое дело – реальная политика. Вот это всё проходит как бы для миллионов людей о том, о чём я сейчас сказал, незаметно, потому что это топится в информационном поле. Но мы-то это знаем. Вот это всё было сказано, наконец. Что это означало для нас? Для нас означало, что мы должны что-то делать с Донбассом. Но люди 8 лет под обстрелами живут, которые, кстати, и продолжаются до сих пор, но мы должны были что-то для себя решить. А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы – это вообще неприемлемо. Значит, должны были бы сделать следующее, что мы и сделали – включить их в состав Российского государства. Они одни не выживут. Это очевидный факт. Но если мы признаём, значит, включаем состав Российского государства, по их воле, мы же знаем настроение людей-то, а эти самые обстрелы и готовящиеся очередные военные операции со стороны киевского режима продолжаются и неизбежны. Они же две провели, две крупномасштабные военные операции, которые закончились безуспешно, но они же были. А обстрелы бы, безусловно, продолжались. Дальше мы что должны были делать? Проводить операцию. Но чего ждать, пока они начнут? И мы знаем о том, что они готовятся. Ну, конечно, это просто неизбежная логика событий. И эта логика была сформирована не нами. Ну, вот в 2014 году. Зачем надо было проводить на Украине госпереворот? Янукович фактически отказался от власти, согласился провести выборы досрочно. Ясно было, что, ну, шансов Викторий Фёдорович на меня не обидится, но у него было мало шансов, если они вообще были. И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый антигосударственный антиконституционный переворот? Ответа нет. Ну, может быть, только один ответ. Показать, кто в доме хозяин. Всем сидеть, извините, перед домами прошу извинения, всем сидеть на попе ровными. И не крякать. Будет так, как мы скажем. Но вот по-другому я просто не могу объяснить эти действия. Совершили госпереворот, люди не захотели это признавать ни в Крыму, ни на Донбассе. И всё пошло. И всё пришло вот к сегодняшнему трагическим событиям. Ну, что мешало тому же так называемому Западу реализовать договорённости, которые были достигнуты в Минске? Да, мне вот лично говорили. Ну, вот в тех условиях и ты бы всё подписал, если бы был в таких условиях. Ну, послушайте меня. Но они же подписали. Подписали. Значит, и настаивали на том, что руководители двух тогда непризнанных республик Донбасса поставили свои подписи. Потом взяли одного из них, убили вообще Захарченко. Ну, вот всё вот, все вот эти действия и привели к сегодняшнему трагическому событию. Вот и всё. А нет у вас ощущения, которое, честно говоря, есть в обществе, что противника недооценили? Да нет. Мы же… Вы знаете, в чём дело? Дело в том, что мы видели, что происходит. Ну, вот восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. Ну, и, конечно, лезть туда постоянно, нести потери безоснователей бессмысленно. Значит, это первое. Второе, что мы прекрасно понимали, отдавали себе отчёт, что этот процесс-то будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее, и мы несли бы больше потери. Вот какими соображениями мы руководствовались. Освоение, на натовское освоение территории-то полным ходом шло. И сейчас идёт, и тогда шло. Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновений сегодняшней Донбассе. Везде были бы. Вот и всё. И то, что вот сейчас мы видим, когда из юга, из севера наши войска так обжимают Донбасс, это одно. А в условиях, когда бы ещё несколько лет создавали там укрепрайоны по всей стране, проводили обучение, и накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было, ну и многих и сейчас нет, была бы абсолютно другая ситуация для России, даже с точки зрения проведения этой специальной военной операции. Вы неоднократно говорили и писали в программной статье, что мы один народ. Вы не изменили эту точку зрения за год? Нет, конечно, а как можно это изменить? Это факт. Это исторический факт. В IX веке на наших территориях зарождалась российская государственность. Сначала в Новгороде, потом в Киеве, потом всё это вместе росло. Значит, это единый народ. Говорили на одном языке, на древнерусском. И изменения в языке-то начали возникать, по-моему, только в XIV или XV веке, под влиянием Польши, потому что западные части российского государства оказались в разных странах. Ну вот отсюда изменения пошли. Конечно, я уже об этом говорил, с развитием того или иного этноса возникают разные процессы. Если какая-то часть этого единого этноса в какой-то момент решила, что они достигли такого уровня, что они считают себя отдельным народом, относиться к этому можно только с уважением. Ну, конечно. Но этот процесс происходил не сам по себе. Он происходил, во-первых, как я уже сказал, потому что часть древнерусских западных земель оказалась в составе других государств по целому ряду причин. Эти государства стали продвигать там свои интересы, ну вот те части, которые попали в, скажем, Польшу, там происходило явное ополячивание и так далее, язык начал меняться. Но я же говорил об этом, когда Украина присоединялась к России, писали письма-то в Варшаву и в Москву. В архиве же лезят документы, там написано «Мы, русские, православные люди, обращаемся к вам с тем-то, с тем-то». В Москву обращались с просьбой принять состав России, а в Польшу обращались с требованием соблюдать интересы и их православные традиции. Но писали «Мы, русские, православные люди». Это же не я сказал. Это та часть народа, которую мы сейчас называем украинцами. Да, дальше всё начало происходить. По своим законам возникла огромная Российская империя. Европейские страны пытались и создали отчасти такой барьер между собой и Российской империей. Известный принцип ещё с античных времён – разделяй и властвуй. Вот начались попытки раздела единого русского народа. В XIX веке это начало происходить, а приобретало всё больше и больше размаха и поддерживалось прежде всего Запада. Конечно, в части этого населения это культивировалось, кому-то это начало нравиться, особенности свои есть, исторические, языковые. Конечно, это начали использовать именно с этой целью – разделяя и властвуй. Ничего здесь такого необычного – это нет. Достигли определённых целей, безусловно. Потом это выродилось вообще в сотрудничество с Гитлером во время Второй мировой войны, когда украинских коллаборационистов использовали для проведения акций по уничтожению и русских, и тех же поляков, и евреев, и белорусов. Это же хорошо известно, это исторический факт. Каратели поручали самые грязные и кровавые дела прежде всего бандеровцам. Всё это – часть нашей истории. Но то, что в основе своей русские украинцы – это, по сути, один народ, это исторические факты. У нас же тогда гражданская война, получается, с частью собственного народа. Отчасти, да. Но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин. И прежде всего потому, что, создавая Советский Союз после крушения империи, как я уже писал в своих статьях и говорил неоднократно, большевистское руководство того времени приняло решение, абы ублажить националистически настроенную часть большевиков, которые были родом с Украины, наделить их исконно русскими историческими территориями, не спрашивая населения, которое проживало на этих территориях, передали туда всю Малороссию, всё Причерноморье, весь Донбасс. Причём Донбасс сначала решили отдать в Россию, потом приехала делегация с Украины, пришли к Владимиру Ленину, он вызвал представителей Донбасса и сказал, надо перерешать. Вот перерешили, отдали назад в Украину. Но в этом смысле Украина, конечно, складывалась как искусственное государство, тем более, что после Второй мировой войны, это же тоже исторический факт, Сталин взял и передал в Украину ряд польских территорий, ряд венгерских, ряд румынских, отобрав у этих стран их территории, он полякам, которые не участвовали в гитлеровской коалиции, часть немецких земель, восточных немецких земель. Хорошо же известно всё, это же исторические факты. Таким образом сложилась сегодняшняя Украина. Но, честно говоря, вот сейчас я просто вот о чём подумал, откровенно говоря, единственным, настоящим, таким серьёзным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину. Про гарантов говорили, я помню, весной, потом всё это куда-то ушло. Всё-таки вопрос, наверное, риторический, учитывая, что идут боевые действия, там много всего, но и вы, и официальные лица российские неоднократно говорили, что специальная операция идёт по плану. Вот всё-таки какой план, честно говоря, общество не очень понимает? В чём план? Вы понимаете, значит, мы изначально, ведь я изначально говорил, прямо в день начала операции, самое главное у нас – это помощь Донбассу. Ну, смотрите, значит, я уже упоминал об этом. Если бы мы действовали иначе, мы не смогли бы там с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооружённые силы. Это первое. Второе – Луганская народная республика освобождена полностью. Идут мероприятия военные, связанные с самой Донецкой республикой. Ну и, конечно, когда наши войска подошли и с юга, и с севера, и стало очевидным, что люди, проживающие на этих исторических новороссийских территориях, видят своё будущее вместе с Россией, как мы могли на это не откликнуться. Поэтому произошли те события, свидетелями которых мы все являемся. Они возникли в ходе, как логическое продолжение ситуации, которая сложилась на данный момент времени. Но план был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим. А что конкретно там, что планирует генеральный штаб, ну это нужно, я знаю, конечно, что, но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать. Спасибо. Дорогие друзья, ну я удовлетворил своё первичное любопытство, монополизируя всё. Теперь, пожалуйста, желающие могут задать вопрос. Так, давайте начнём. Иван Сафранчук. Иван Сафранчук, МГИМО. Вы сказали, что нам предстоит очень важное десятилетие в развитии мира и нашей страны. Но создаётся такое впечатление, что есть некоторая дверь в это десятилетие. Вот у меня как раз вопрос об этой двери. В последнее время многократно возрос накал ядерной риторики. Украина от просто безответственных заявлений перешла к практической подготовке ядерной провокации. Представители Соединённых Штатов и Британии делают заявления, в которых звучат такие нотки о допустимости применения ядерного оружия. Байден, скажем, говорит о ядерном Армагеддоне. И тут же в Америке идут комментарии в том духе, что, мол, не страшно. И при этом Соединённые Штаты в ускоренном порядке размещают в Европе модернизированные тактические ядерные бомбы. Получается что-то вроде того, что ядерным оружием бряцают, а уроки Карибского кризиса признавать отказываются. Вот поясните, пожалуйста, Владимир Владимирович, мир действительно находится на пороге возможности применения ядерного оружия. И как в этих условиях будет себя вести Россия, как ответственная мировая ядерная держава? Спасибо. Смотрите, пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Первое. Второе. Цель сегодняшней войны вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чём она заключается. Я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России. И провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия, поставлено именно, используется именно для достижения этих целей. Повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать ему, смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо её больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у неё ничего закупать, не надо им ничего продавать. На самом деле это примитивная цель. Что происходит в действительности? У нас мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения России ядерного оружия, а только намёками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран. Ну вот госпожа Листрас, недавняя премьер-министр Великобритании, она же прямо сказала, прямо сказала в разговоре с представителем прессы, да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьера-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Ну, это не дословно, да, но близко к тексту. Я к этому готов. Ну как, понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула там, девушка, как немножко не в себе. Ну, как можно такие вещи говорить публично? Сказала. Ну, поправили бы её, в Вашингтоне бы публично сказали. Мы к этому не имеем никакого отношения. Мы не знаем. И обижать не надо было. Ну, просто отмежеваться. Ведь молчат все. А что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная оппозиция, что нас начинают шантажировать. И что нам, совсем молчать, сделать вид, что мы ничего не слышали, что ли? Серия других заявлений идёт по этому поводу. Руководство, значит, киевского режима постоянно говорит о своём стремлении обладать ядерным оружием. Вот это первая часть Морализонского борьба. А дальше? Вот постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской атомной электростанции. А что же мы там творим? Так прямо иногда говорят, а постоянно намекают на том, что мы обстреливаем атомную запорожскую электростанцию. Но они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию. Там же войска находятся наши. Вот я разговаривал, ну, уже пару месяцев прошло, наверное, с одним из западных лидеров. Он говорит, уберите, я ему, что надо сделать? Уберите тяжёлое оружие Запорожской атомной электростанции. Я говорю, согласен. Мы уже сделали это. Там нет никакого тяжёлого оружия. Да? Ну, другое уберите. Чушь какая-то, понимаете? Вот вы смеётесь, вот это смешно, но на самом деле это почти дословно. Я говорю, послушайте, ну, там вы просили, чтобы находились наши, находились на станции представители МАГАТЭ. Мы же согласились. Они там. Они даже отказались жить в гостинице. Они живут прямо на территории атомной электростанции. Прямо на территории. Они своими глазами видят, что происходит. Кто стреляет и откуда снаряды летят. Ведь никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию. Никто. А нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию. Ну, это бред. Ну, казалось бы, бред. Но это происходит же на самом деле так. Я тоже уже публично говорил о том, что, по-моему, три или четыре линии высоковольных электропередач повалили диверсионные группы киевского режима вокруг Курской атомной электростанции. Но, к сожалению, ФСБ не смогло их поймать. Ну, поймают, надеюсь, когда-нибудь. Ушли. Но они же это сделали. Мы проинформировали всех западных партнёров. Тишина. Как будто ничего не происходит. То есть они стремятся к какому-то ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и раздуть какой-то новый виток борьбы с Россией, санкции против России и так далее. Другого смысла я просто не вижу. Но это же происходит. И вот теперь новая задумка. Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Они же просто сделают. Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного тополева немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили в точку У или куда-нибудь другой. Подорвали где-то это устройство. Сказали, что это Россия сделала. Нанесла ядерный удар. Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого. Ни политического, ни военного. Значит, нет, это же делают. И это мимо таких вещей. Вот сейчас говорят, МАГАТЭ хочет приехать и проверить ядерные объекты Украины. Мы за. И как можно быстрее нужно это сделать. И как можно шире, потому что мы знаем, что сейчас киевские власти делают всё для того, чтобы замести следы этой подготовки. Они работают над этим. Ну и, наконец, по поводу применения, неприменения. Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства – это Соединённые Штаты Америки. Они сделали это дважды в отношении Японии. С какой целью? В военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. Ну, какая была целесообразность применять против Хиросимы и Нагасаки, практически против мирного гражданского населения ядерное оружие? Что, была угроза какая-то территориальной целостности Соединённых Штатов, суверенитету? Да нет, конечно. Да и военной целесообразности уже не было. Военная машина Японии была сломана, возможности к сопротивлению были сведены практически к нулю. Зачем нужно было добивать Японию ядерным оружием? Кстати, в японских учебниках, как правило, пишут, что это союзники нанесли ядерный удар по Японии. Вот так держат эту Японию, что даже в учебниках школьных не могут написать правду. Хотя, вроде, каждый год вспоминают об этой трагедии. Молодцы, американцы, просто надо брать пример, наверное, в чём-то с них. Мы просто красавцы. Но это происходит, это есть, жизнь. Ну так вот, США – единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие. И сделала это, потому что посчитала, что это в их интересах. Что касается России, у нас есть военная доктрина, пусть её прочитают, в соответствующей статье этой военной доктрины написано, в каких случаях, по какому поводу, в связи с чем и каким образом Россия считает возможным применение оружия массового уничтожения в виде ядерного оружия для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа. Вот у нас буквально завтра 60 лет главного дня Карибского кризиса. Вот кульминация, когда, собственно, решили отступить. Вы можете представить себя в роли одного из лидеров? Ну, вернее, Хрущёва, получается. Мы можем до такого дойти. Ни в коем случае. Не дойдём. Нет, я не могу себя представить в роли Хрущёва. Ни в коем случае. Хорошо. А в роли лидера, которому придётся решать вот этот вопрос такой? Мы готовы к решению любых вопросов. Мы же не отказываемся. Мы в декабре прошлого года предложили Соединённым Штатам продолжить диалог по стратегической стабильности. Они нам ничего не ответили. В декабре прошлого года. Тишина. Если хотят, мы готовы, пожалуйста. А если не хотят, не надо. Мы развиваем свои современные технологии, средства доставки, в том числе гиперзвуковое оружие. Нам, в принципе-то, ничего не нужно. Мы самодостаточное себя чувствуем. Да, понятно, что когда-то они нас догонят и по гиперзвуковому оружию. Это очевидно. Высокотехнологичная страна – это только вопрос времени. Но пока не догнали. У нас всё есть. И мы развиваем эти технологии. Если кто-то хочет с нами вести диалог на этот счёт, мы готовы, пожалуйста. Так. Россияган Махарадшу, дайте, пожалуйста. Он руку тянул. Махарадшу, дайте, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да. Это один из ключевых вопросов сегодняшнего развития и будущего не только финансовой системы, но и мироустройства. Продолжение следует... 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 Это создание деполитизированных, основанных на национальных валютных системах, наднациональной мировой валютной системы, которая бы, безусловно, обеспечила расчёт. Это возможно. В конечном итоге, так или иначе, исходя, сделай первые шаги в расчётах национальных валют, потом на регион Махарадшун из ГЮАР, чтобы понятно было. Олег Аскандерян. Владимир Владимирович, я из Армении приехал, и вопрос мой касается моей страны, моего региона. В последнее время активизировались дискурсы о подготовке договора между Арменией и Азербайджаном. И эти дискурсы в основном о том, что существует два конкурирующих проекта. Ну, так сказать, российский, предлагаемый российским посредником, и западный. Ситуация довольно рискованная, ситуация и вообще в регионе есть риски, она не очень спокойная. Что Россия в этом смысле думает, каким образом Россия собирается реагировать на эту ситуацию, и каким образом Россия планирует действовать в дальнейшем в этом контексте? Спасибо. Вы знаете, я не знаю, может быть, я не знаю, даже говорили об этом раньше или нет, публично. Может, говорили, а может, нет. Но я скажу, не вижу здесь, если даже не говорили, секретов никаких не вижу. Мы в течение многих лет вели диалог с армянской стороной и предлагали урегулировать вопрос, связанный с Карабахом, следующим образом. Ведь Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Мы говорили, ну, давайте будем двигаться к нормализации отношений. Вот есть два района, которые льбаджанские и южнее, значит, коридоры эти, большие районы. На каком-то этапе договоримся с азербайджанской стороной, отдайте пять районов, но они не нужны, бессмысленно, они просто пустуют. Там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет. А для связи с Карабахом вот два района огромные, между прочим, вполне достаточно, и мы считаем, что это было бы справедливо вернуть беженцев и так далее. Это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом. Ну, армянское руководство пошло своим путём. Как известно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Теперь вопрос о регулировании, о мирном договоре. Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем это мирное урегулирование. Так же, как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса. Мы за это. Вопрос, какой вариант избрать, – это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведёт к миру, мы только за. Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем Армении и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и армянское сегодняшнее руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этой мирного договора, так называемый вашингтонский, насколько я себя понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Но если Армения так считает, ну, пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа. Если армянский народ и армянское руководство считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать, и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно. Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном, надо, чтобы эти договорённости были приемлемы и для другой стороны, для Азербайджана. Это очень сложный и, прямо говоря, тяжёлый вопрос. Но Армения является нашим стратегическим партнёром, союзником. И мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будем ориентироваться на то, что будет предлагать сама армия. Вы два года назад на наших же беседах очень высоко отозвались о президенте Эрдогане, что он хвостом не виляет, настоящий мужик. За эти два года много чего тоже произошло. Ваша оценка осталась той же? Ну да, он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего, а может быть, исключительно интересами Турции, турецкого народа, интересами турецкой экономики. И вот в значительной степени этим объясняются его позиции по вопросах энергетики, в вопросах строительства, скажем, турецкого потока. Мы предложили сейчас создать газовый хаб на территории Турции для потребителей в Европе. Турецкая страна согласилась, тоже, конечно, прежде всего, исходя из своих собственных интересов. Значит, в сфере туризма много интересов, в строительном секторе очень много интересов, в сельском хозяйстве. У нас очень много совпадающих векторов взаимных интересов. И поэтому, да, и президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих сторон. Но он, конечно, защищает и в диалоге с нами, прежде всего, свои интересы. И в этом смысле Турция в целом, и президент Эрдоган в частности, являются непростыми партнёрами. Многие решения рождаются в таких длительных и непростых спорах, переговорах. Но есть стремление с обеих сторон достичь этих договорённостей, и мы, как правило, этих договорённостей достигаем. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надёжный партнёр. Пожалуй, это, наверное, самая главная характеристика. Он надёжный партнёр. А сам он сесть на шею не пытается вам, например? Вы знаете, я же сказал, что президент Турции не простой партнёр. И он всегда отстаивает свои интересы, ну, не личные, а интересы страны. Но это нельзя сказать, что он пытается сесть на шею. Он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, его советников, является оптимальным. Мы боремся за то, чтобы принимаемые решения были оптимальными для нас. Ну, как правило, повторяю, находим эти решения даже по очень чувствительным вопросам. Вот в Сирии, допустим, в вопросах безопасности, ну, и по экономике, в том числе по инфраструктуре. До сих пор нам всё это удавалось сделать. Повторяю ещё раз, это чрезвычайно важно. Мы понимаем, что если мы прошли трудный путь, было трудно договориться, но мы договорились о чём-то, можно быть уверенным в том, что это будет сделано. Это вот самое важное – надёжность и стабильность в этих отношениях. Дайан Житилека. Дайан Житилека. Дайан Житилека. the Soviet leader was a communist reached out to the Orthodox Church and to Russian nationalism in order to form a broad front to defend Russia would you say that in a similar spirit you would revisit the Soviet Russian past the communist heritage from 1917 to extract any useful elements of it including the history of the Red Army and would you think it worthwhile to reach out to the communist elements however few they are in Russia to join in a broad patriotic front thank you my position заключается в том my position заключается в том что я считаю необходимым использовать все наше наследие исторически я считаю что нельзя отказываться ни от чего ни от того положительного что было в истории России связано было с Царской империей ни того положительного а было немало положительного в истории Советского Союза и там и там были свои минусы свои проблемы они по-разному преодолевались имели разные последствия что касается отношений значит с левой частью нашего политического спектра и с другими политическими течениями вы знаете ведь особенность сегодняшней России заключается в том что по поводу борьбы с внешними угрозами у нас практически полный консенсус да есть люди абсолютно прозападной ориентации которые живут там в основном ментально там семьи у них там дети там учатся значит ну да есть такая небольшая часть но она всегда была и всегда есть во всех странах ничего не особенного но но в целом очень большая но консолидация очень большая вне зависимости от политической окраски и взглядов по поводу на пути развития самой России ну люди коммунистических убеждений считают что нужно в основном все национализировать опять там все государствлять нужно и так далее насколько это эффективно ну трудно сказать в чем-то в чем-то и где-то в каких-то в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого у нас даже есть закон о национализации но мы этого не делаем нет необходимости никакой мы исходим из того что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны рыночные принципы но под контролем разумеется государства государственной власти под контролем народа и используя эти преимущества направлять их на главную цель на повышение благосостояния страны на борьбу с бедностью на решение наших усилий и достижения лучших результатов в области жилищного строительства образования здравоохранения решение других чрезвычайно важных для людей вопросов значит поэтому мы работаем с уважением относимся к тем людям которые придерживаются левого взгляда в том числе коммунистических убеждений советский союз как вы правильно сказали сами упомянули жил долгое время под контролем под руководством коммунистической партии сейчас не буду вдаваться там в детали где там что было хорошо что плохо вы упомянули о религиозных организациях но они у нас все у нас четыре традиционных религии на все настроенные исключительно патриотически что касается русской православной церкви она всегда на протяжении всей истории была со своей пастовой со своим народом то же самое происходит и сегодня ключевое отличие может быть сегодняшнего дня во взаимоотношениях с конфессиями с нашими традиционными конфессиями заключается в том что мы не только внешне но по существу не вмешиваемся в жизни религиозных организаций они у нас может быть гораздо более в свободном положении находятся чем во многих странах которые считаются демократическими мы никогда не оказываем никакого давления мы считаем что они мы перед ними в долгу потому что за советское время их имущество разбазарили выездили за границу распродали там и так далее так далее то есть на нанесли большой ущерб религиозным организациям в том числе и русской православной церкви мы стараемся поддержать все наши конфессии но мы не вмешиваемся в их работу и наверное такого и никогда раньше и не было чтобы с одной стороны была был общий такой патриотический настрой связанный с развитием страны и внутри нашего государства и связанный с поддержанием наших интересов вовне но но при этом мы предоставляем полную свободу их деятельность и вот такое взаимоотношение такая ситуация мне кажется приносит нужный нам результат хорошо кубат рахимов кубат рахимов каргызская республика уважаемый владимир владимирович россия действительно безусловный лидер нового антиколониального движения также во всем мире широкий отклик получает приверженность россии традиционным консервативным ценностям но за время работы нашего валдайского клуба мы увидели очень серьезный запрос на социальную справедливость на справедливую организацию общественных отношений как вы это видите и чем могли бы мы быть полезны как эксперты валдайского клуба это первый мой вопрос второй вопрос как вы оцениваете перспективы переноса столицы российской федерации в центр страны фактически в центр евразийского континента для того чтобы быть ближе к странам шанхайской организации сотрудничества спасибо что касается более справедливого устройства социального устройства в россии то у нас по конституции россия является социальным государством и конечно все что мы делаем все наши национальные цели развития посвящены именно решению социальных задач вот здесь можно говорить часами времени даже сегодняшнего дня будет недостаточно все что мы делаем направлено именно на это на решение социальных задач которые стоят перед российским государством у нас их очень много в том числе много нерешенных задач я уже об этом говорил еще раз повторю значит нам нужно развивать экономику и на этой базе решать вопросы здравоохранения образования технологического развития менять структуру нашей экономики структурные изменения самое самое главное но будет меняться рынок труда и в этой связи конечно мы должны подумать о тех людях которые будут высвобождаться со старых мест работы давать им новые компетенции проводить переобучение и так далее поэтому что касается Валдайского клуба здесь собираются эксперты самых разных самого разного направления и если на экспертном уровне нам будут подсказывать тенденции развития по ключевым направлениям мы конечно были бы благодарны для того чтобы иметь в виду ваше мнение при строительстве наших планов учитывая значит вашу позицию по этим тенденциям о которых я сейчас сказал потому что понимая что будет завтра нам можно и нужно строить политику сегодня по поводу переноса столицы да такие разговоры и у нас есть но нас переносили когда-то столицу значит это неоднократно это было в истории российского государства Россия как бы исторически ментально центр России всегда ассоциируется с Москвой и на мой взгляд какой-то необходимости есть проблемы в развитии столицы как мегаполис и должен сказать что они под руководством команды действующего мэра собянина они решаются гораздо лучше чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах был период когда здесь нарастали ну они и сейчас отчасти нарастают проблемы связанные с транспортом с развитием социальной инфраструктуры и так далее но все-таки за последние годы мэр собянин очень много сделал для того чтобы эти эти угрозы купировать и наоборот создавать условия для того чтобы москвичи и те кто приезжают в москву для работы либо гости москвы приезжающие сюда с туристическими целями чувствовали себя здесь комфортно очень многое сделано для развития города в последние несколько лет ну а эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в москве она существует и так же как в некоторых других странах я например сторонник делать так же как в некоторых других странах а именно децентрализовать вот эти вот эти вот эти полномочия и компетенции центральные столичные в других регионах россии ну например судебные центры создаем в петербурге там уже конституционный суд работает есть планы и конкретные планы строительства верховного суда ну делать это нужно не спеша спокойно создавая и судебному сообществу благоприятные условия для для работы в том же самом петербурге и мы будем делать это без всякой спешки и суеты некоторые некоторые крупные компании которые скажем работают на самом деле в сибири а центральные органы управления имеют в москве могли бы там разместить свои штаб-квартиры это кстати и происходит русгидор например там обосновывается в сибири по-моему в красноярске они там по-моему штаб-квартиру свою обосновываю оборудуют и центральные органы власти могли бы так некоторые быть рассосредоточены рассосредоточены по территории российской федерации это пойдет только на пользу и самой системе управления и тем регионам где они будут появляться спасибо так Иван Тимофеев Владимир Владимирович добрый вечер Иван Тимофеев Валдайский клуб вопрос у меня следующий в отношении России за последний год введено беспрецедентное число санкций вы упоминали заморозку наших резервов в Европе на 300 миллиардов к этому можно еще добавить на десятки миллиардов заморозку собственности наших граждан и наших организаций кстати там планируют конфисковать эту собственность сейчас разрабатывают соответствующие механизмы ну и помимо этого много всего еще и финансовые ограничения запреты на поставки в Россию товаров технологий запреты на поставки нашей нефти манипуляции с газом и так далее и так далее мы все это хорошо знаем и вы это упоминали в своем выступлении ожидалось что наша экономика этого не выдержит она выдержала во многом это произошло потому что экономика остается рыночной она остается гибкой она остается адаптивной бизнес ищет новые рынки сбыта там где это возможно ищет пути импортозамещения правительство делает целый ряд шагов для того чтобы бизнесу помогать но с учетом экстремальных условий внешнеполитических и тех самых санкций может быть настало время пойти по пути дальнейшего дирегулирования экономики вы упоминали децентрализацию сократить число проверок сократить регуляторную нагрузку я был бы очень рад услышать ваше мнение по этому вопросу это связано это наш выбор как в таких случаях говорят сократить эти количество проверок избавиться от излишнего регулирования со стороны государства значит вы знаете что плановые проверки прекращены не только для малого среднего бизнеса но и для крупного бизнеса мы продлим если этого не говорили еще я скажу сейчас мы продлим этот режим и на 2023 год значит что касается регуляторики то вот эта гильотина административная как мы говорили она привела к тому что свыше по-моему там тысячи актов отменены а на их место пришло по-моему где-то меньше 500 новых надеюсь современных там 400 с чем-то новых новых актов регулирующих хозяйственную деятельность вот вот поэтому будем и дальше по этому пути идти конечно за исключением тех видов производства которые связаны с известными рисками для потребителей ну это мне кажется для всех понятно но и здесь постараемся строить работу таким образом чтобы эти все регуляторные функции проверки они носили носили точечный характер не мешали бы не мешали бы работе предприятий бизнеса в целом вы правы абсолютно в ответ на всевозможные ограничения которые вводятся в отношения россии и экономики вы сказали что предполагалось что у нас что-то рухнет не предполагалось целью было поставлено обрушить российскую экономику это не получилось да она стала действительно и в этом и право гораздо более адаптивной более гибкой выяснилось что наш бизнес уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает те направления виды деятельности те предприятия значит которые освобождаются теми нашими партнерами которые приняли решение выходить из России легко наш бизнес берет и ведет дальше те предприятия которые еще совсем недавно не могут существовать без западного присутствия легко практически по всем направлениям да мы понимаем и видим сложности среднесрочного периода мы понимаем что мы не можем все производить но вы знаете как я сегодня с утра еще с некоторыми коллегами разговаривал перед тем как вам приехать естественно со всеми там переговорил в правительстве в центральном банке значит в администрации все-таки наши эксперты считают что вот пик трудностей связанных с с этим валом ограничений и санкций он пройден российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям еще многое нужно будет сделать для того чтобы новые цепочки поставок по импорту по экспорту создать понизить издержки связанные с этим но в целом пик сложностей пройден российская экономика адаптирована и дальше будем развиваться на более устойчивой на более суверенной платформе но ответом на все эти вызовы конечно может быть и должно быть в том числе а может быть прежде всего разбюрокрачивание и работа бизнеса поддержка его и увеличение увеличение пространства свободы для экономической деятельности так ну александр андреев вас не обойдешь александр очень часто и иностранцы спрашивают нас ну что вы россии можете предложить сегодняшнему миру где ваши нобелевские лауреаты где ваши великие открытия индустриальные научные открытия мои коллеги часто отвечают что ну как же а великая русская культура а пушкин а рублев а иконопись а дивная русская архитектура но они говорят ну все это ведь в прошлом а сегодня и вот когда я сегодня слушал вас мне открылось что может россия предложить сегодняшнему миру россия сегодняшнему миру может предложить религию справедливости потому что эта религия это ощущение лежит в корне всей нашей русской культуры всей нашей русской жертвенности и сегодня россия приносит эту жертву она по существу одна одна наедине со всем остальным жестоким западным миром ведет эту борьбу за справедливость это огромный вклад сегодняшней россии вот в контекст мировой цивилизации мировой культуры потому что даже вот те прежние традиционные ценности которые мы говорили и тот же рублев русской иконописи и та же восхитительная русская архитектура новгородско-псковско и изумительный золотой серебряный век все они говорили о справедливости в недрах русской цивилизации лежит лежит справедливость так может быть сделать сегодняшнюю российскую идеологию религии справедливости у нас четыре традиционные конфессии нам достаточно пятая будет вот это первое это шутка конечно значит по поводу того чтобы что-то сделать вы знаете значит я сижу за за вашими работами за вашим творчеством когда ну время есть удовольствие читаю то что вы пишите говорите конечно я знаю что вы такой настоящий российский патриот в самом добром хорошем широком смысле этого слова вот нужно ли нам что-то специально кому-то презентовать вот в этом я не уверен вы знаете что ведь вы сейчас сказали о том что мы там жертвуем чем-то в интересах многих других народов я вот здесь с вами поспорю ничем мы не жертвуем мы работаем над укреплением своего суверенитета это в наших интересах это прежде всего укрепление финансового экономического суверенитета оно будет составлять будет основой фундаментом для нашего будущего развития технологического образовательного научного то что есть или нет нобелевские лауреаты значит ну вот алферов свое изобретение сделал когда значит через там 30 лет или сколько ему дали нобелевские лауреаты ну разве дело в этом вот бывшему президенту суверенитета дали значит нобелевский лауреат ну это что показатель каких-то достижений при всем уважении и к нобелевскому комитету и к обладателю значит этой замечательной нобелевской премии разве только в этом показатель состоит значит наука развивается мы должны сделать все того чтобы отдача и от фундаментальной и от прикладной науки была кратно выше для нашего развития и мы сделаем это у нас у нас сегодня происходит существенное заметное обновление научных кадров у нас наука становится одной из самых младых мель да конечно те же штаты имея ввиду свои свои конкурентные преимущества с точки зрения монополиста на мировые финансы там как пылесосом вытаскивает все со всего мира в том числе научные кадры и творческие это понятно но это это тоже закончится с утраты монополизма на это на доллар как на мировой валют а это тоже будет происходит уже сегодня вот понимаете и вот то что мы делаем оно является очень привлекательным для очень многих стран мира и народов но вот западные наши так называемые партнеры все делают для того чтобы оболгать россию унизить ее как-то проигнорировать ее интересы и когда мы боремся за свои интересы и и делаем это открыто честно и прямо скажем так мужественно вот сам по себе этот факт сам по себе этот пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете вы посмотрите во многих странах Африки в некоторых странах российские флаги сейчас в латинской америки тоже самое происходит в азии у нас очень много друзей и нам ничего не нужно никому навязывать просто многие очень многие люди и политические деятели и рядовые граждане они устали жить в условиях какого-то внешнего диктата все же надоело и когда они видят пример нашей борьбы с этим диктатом они и внутренне и внешне на нашей стороне и эта поддержка будет только расширяться владимир владимир сейчас про науку много говорили в этот раз на мой взгляд была одна из самых интересных сессий как раз о том как в этих условиях развивать науку технологии поэтому я вот руслан юносов сидит в зале как раз очень интересную нам картину нарисовал спасибо я представляю сегодня рассатами валдайский клуб владимир владимирович вы действительно сказали про науку правильные слова мы видим что за последние 20 лет поддержка науки серьезно в россии выросла вот программа мегагрантов позволила запустить десятки много десятков современных лабораторий в россии мы это видим однако с другой стороны что мы видим вот как ученые мы видим что большинство профессоров которые открывали эти лаборатории так и не приехали жить в россию и работать на полной ставке и можно даже понять почему тяжело конкурировать тут у тебя мегагрант на пять лет а тут у тебя профессорская позиция пожизненная это действительно вопрос с другой стороны мы вчера обсуждали на сессе И китайские коллеги за последние 20 лет совершили действительно колоссальный рывок в науке. И сегодня они занимают, не просто вернули ученых, они их вернули, они занимают первые места во многих направлениях. Вот мы занимаемся квантами, и я вижу, что, я хочу сказать, что мы знаем, что самый мощный квантовый компьютер сегодня находится в Китае, а не в США. Максимальное количество патентов публикуется в квантах Китаем, а не США. Ну, с другой стороны, конечно, в России мы тоже имеем программы, которые объединяют множество лабораторий. Тот же самый квантовый проект, квантовый компьютер, это 20 научных групп, 15 вузов, университетов, институтов Академии наук. Но у нас 5 лет планирования. Я вот думаю, сегодня мы столкнулись с усилением давления, у нас действительно вызов научно-технологическому суверенитету. И, может быть, это самое правильное время начать формулировать стратегические проекты и горизонт сделать 10-20 лет. Спасибо. Да, чем выше горизонт, тем лучше, чем дальше горизонт, тем лучше. Это я с вами согласен. Надо посмотреть на положительные примеры других стран, наших друзей, партнёров, в том числе Китайской Народной Республики. Там очень многое сделано за последние годы под руководством председателя Синьцзиньпиня. Он на этом уделяет большое внимание не только развитию науки, но Китая в целом, экономике Китая, повышению уровня благосостояния китайского народа. Я это знаю, мы с ним в хороших, дружеских отношениях. И то, где они добиваются реальных результатов, конечно, может быть предметом нашего изучения и внедрения в нашу практику. Что касается мегагрантов, то они действительно сыграли хорошую положительную роль. И следующий этап, который мы сейчас реализуем, это не просто исследование и создание отдельных лабораторий, это создание научных сообществ, молодых учёных. И в этом, собственно говоря, будущее этих мегагрантов. Я согласен с теми, кто инициировал этот процесс, мы это делаем, да, Андрей Александрович? Вот, значит, и будем продолжать это делать. Вы сказали, что никто не приехал. Некоторые приезжают и работают здесь. Если даже формально числятся где-то там за границей, большую часть времени проводят в России. Таких немало. Это и наши бывшие соотечественники, и не только бывшие, а соотечественники, которые там где-то числятся на работе, но приезжают работать к нам постоянно. Вы знаете, мир науки, так же, как мир искусства, он не терпит искусственных границ и ограничений. Люди должны чувствовать себя свободно, и мы не будем никого здесь запирать. Но мы будем приветствовать всех, кто хочет работать в России. В целом у нас это получается, и мы будем дальше идти по этому же пути. Увеличить горизонты планирования. Ну, наверное, вы правы. Хотя у нас сколько, на пять лет сейчас мегагранты, да? Ну, можно, конечно, их и продлить. Это вопросы, конечно, связанные с бюджетным финансированием. Но это можно сделать. Во всяком случае, сегодня мы можем расширить эти горизонты. Хотя вот то, что вы сказали по поводу того, что где-то там человек работает, занимает какую-то должность профессорскую, и это пожизненно, далеко нельзя. Почему вы же сами учёные, вы знаете. Если там контракты заключили на несколько лет, контракт закончился, до свидания, будь здоров. Поэтому там тоже это всё не на всю жизнь. А вот жить в пространстве своего родного языка, своей культуры – это на всю жизнь. Поэтому эта свобода выбора должна быть предоставлена и деятелям культуры, и научным деятелям. Мы должны создать условия, которые будут более привлекательными, чем те, которые создают за рубежом. Это непростой процесс. Мы идём по этому пути, добиваемся результатов и будем дальше по нему двигаться. В том числе, наверное, вы правы и расширять горизонт планирования. Так, Ван Вейн. Ван Вейн. Ван Вейн. Ван Вейн. Ван Вейн. Потому что в Китае много людей, которые любят Россию, особенно любят вас, вашей безопасности. И мой вопрос, потому что я знаю, что вы может быть много пресс-прессор и бурдер. И вы чувствуете страх, нервы или инсайты, особенно из-за опасности из-за Восточного? И вы создавали новую Россию, или вы создавали Россию? Так что я думаю, что второе вопрос, что вы хотите сказать к чиновникам? И какие ваши комментарии на последние 10 лет, Россия и Китай, и какие ваши предпочтения, и ожидания о будущем отношениях России и Китай? Спасибо большое. Когда я работаю, я никогда не думаю о каких-то исторических совершениях. Я просто исхожу из того, что нужно делать и без чего невозможно обойтись. Вот это самое главное. И в этом смысле, конечно, обстоятельства, страна, в которых она живёт, она формирует любого человека, в том числе и меня. Конечно, это так. Что касается, что мы должны кого-то бояться, конечно, наверное, многим хотелось бы сейчас услышать, чтобы я сказал, боюсь, 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 боюсь. Но если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю. Я должен руководствоваться интересами российского народа, российского государства. Я это и делаю. И буду делать дальше. Буду делать то, что считаю нужным для интересов своего народа и своей страны. Что касается российско-китайских отношений, то за последние годы, за последние десятилетия они приобрели абсолютно беспрецедентный уровень открытости, взаимного доверия и эффективности. В страновом измерении Китай – самый крупный наш торгово-экономический партнёр. Мы работаем практически во всех сферах и в военной сфере учений постоянно совместно проводим, в военно-технической сфере, причём так доверительно, как, может быть, никогда раньше в истории наших стран и не было. Мы работаем в области культуры, гуманитарного взаимодействия и в области экономики, конечно. Самый большой товарооборот России – это с Китаем. И он растёт, причём растёт очень быстрыми темпами. И темпы были набраны ещё до всяких ограничений и перераспределения наших товарных потоков в сторону Азии, в том числе и в сторону Китая. Мы поставили определённые задачи перед собой вместе с моим другом. Он так и обо мне говорит, я считаю его своим другом, господином Синьцзиньпинем, по определённому уровню товарооборота. Мы точно его достигнем. Мы движемся к этому большими темпами, чем мы даже планировали. Что касается нашего отношения к Китаю, мы относимся как к близкому другу китайскому народу, с большим уважением к его культуре и к его традициям. И уверен, что, опираясь на эту прочную базу, мы уверенно будем двигаться вперёд. – Владимир Владимирович, по поводу страхов, вот профессор Иван сказал, в этом году, когда с весны ещё как-то ядерный фактор возник, и Вы так указывали на его наличие, и вообще очень многие немножко занервничали, вспомнив Ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии, четыре года назад, что мы все в рай попадём. Мы не торопимся же, правда? – Вот вы задумались, это уже настораживает как-то. – А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут. – Понятно. Спасибо. – Мухаммед Ихсан, пожалуйста. – Профессор Мухаммед Ихсан, я из Курдистана регионов, Ирак. Я очень рад, чтобы быть здесь, Мистер Президент, я очень рад, чтобы быть здесь, я у вас есть один вопрос для вас. В этом вопросе, это «Пос-хегомоник, вооружение и защитие для всех. В этом этапе, Курдистан, в четыре части, в Курдистан, они будут улучшить более безопасности, и более защитие для будущего, если вы не хотите, Спасибо за завершающую часть вашего выступления. В флаге присутствуют и в европейских странах, и в Штатах, кстати говоря, тоже. Там у нас много сторонников. Кстати, в Соединённых Штатах очень сильная часть людей, которые придерживаются традиционных ценностей, и они с нами, мы знаем об этом. Что касается курдов, я уже говорил не примительно к курдам, а в целом ко всем народам. Конечно, мы должны стремиться к балансу интересов. Только в случае достижения баланса интересов мир может быть устойчивым. В том числе это касается и судьбы курдского народа. Господин Старыш, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Спасибо. Добрый вечер, Константин Старыш, Республика Молдова. Я представляю парламентскую оппозицию, разумеется, оппозицию, поскольку наша власть на беду нашей страны и нашего народа пока предпочитает какие-то иные маршруты для своих зарубежных поездок. В итоге у нас с сегодняшнего дня погас свет в Кишиневе почти полностью. Но речь не об этом. У меня есть вопрос, но сначала поручение. Вы так хорошо, Владимир Владимирович, говорили о своей семье, что я рискну. У меня двое детей, им 8 и 10 лет. Они ученики лицея имени Пушкина в Кишиневе. Они очень просили передать вам привет. Я не могу себе отказать в этом отцовском маленьком таком удовольствии. Так что вам привет от Александры и Гавриила из Кишинева. Теперь вопрос. Вы в своем выступлении говорили о неизбежности появления новых моделей взаимодействий между странами и регионами. Может быть в этом контексте имеет смысл вернуться к той идее, которую вы озвучили еще в 2001 году. О едином экономическом, гуманитарном, культурном пространстве, которое будет тянуться от Владивостока до Лиссабона. Для нас, молдаван разных национальностей, такая постановка вопроса очень бы устроила, поскольку нам всегда очень трудно выбирать между добром и добром, между Европой и Россией. И для нас это был бы очень перспективный проект и свет в конце туннеля. Но возможно ли это в том мире, который мы собираемся построить, в мире постконфликтом, в мире, в котором уже не будет гегемона, глобального полицейского и доминирующей державы? Благодарю вас. Возможно ли создание единого пространства гуманитарного, экономического, да и региона с точки зрения обеспечения безопасности всех, кто проживает на этом огромном мегаконтиненте от Лиссабона до Владивостока? Конечно, да. Надежда умирает последней. Это же не наша идея. Это идея, правда, тогда говорили до Урала, это я же потом трансформировал эту идею французских наших коллег и бывших французских лидеров до Владивостока. Почему? Потому что и за Уралом тоже живут люди той же самой культуры. Это же самое главное. Поэтому сегодня, да, сегодня происходят вот эти сложные, тяжёлые, трагические события. Но в целом почему нет? В целом возможно такое себе представить. Но мне кажется, так или иначе это будет происходить. Я же говорил о Евразии в целом в своём выступлении. Я же говорил о Евразии в целом, включая и эту европейскую часть. Вы знаете только, что очень важно? Очень важно, чтобы действительно, хочу опять вернуться к своему выступлению, чтобы вот эта европейская часть вернула себе правосубъектность. Вот, ну это же, ну как разговаривать с тем или другим партнёром, если он ничего не решает? И по каждому поводу должен позвонить в Вашингтонский обком и спросить, что можно сделать, а что нельзя. Ну, это же по факту жизни так и происходит. Я помню очень такие непростые события вокруг Сирии, когда они начинались. Ну, приехал один из лидеров. Вот я с ним встречаюсь. Договорились, что мы будем делать, как мы будем делать конкретно вот это, это, это и сделали. Одна из Москвы полетела в Вашингтон, вернулся в Париж, всё забыто, как будто и не было никаких договорённостей. Ну, как разговаривать? О чём? А там конкретные были прямо договорённости, вплоть до того, куда там флот подвинется, что мы будем делать, как мы согласуем. Мы против, что ли? Мы за и согласились, договорились. Ну, а как разговаривать-то? Ну, что тогда с ними разговаривать? Тогда лучше прямо звонить в Вашингтон. Вот и всё. Я сейчас говорю, я ничего не придумываю, понимаете? Конечно, Европа защищает свои интересы, там, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вон, взорвали газопроводные системы. Это же не наши, они общеевропейские, там, в «Северном потоке-1» пять европейских компаний представлены. Ну и что? Все молчат. Как будто так и надо. Ещё хватает наглости ещё там показывать. А может, это Россия взорвала? Сама себя взорвала Россию? Совсем с ума сошли, что ли? Нет, тем не менее, делают это. Вот опубликовала же, по-моему, «Газпром» даже снимки 2016 года, когда под газопроводной системой лежит американское, по-моему, производство взорвное устройство. Сказали, что потеряли в ходе учения. И потеряли так, что прямо под газопроводную трубу зашло это взорвное устройство, которое, по-моему, было предназначено для уничтожения подводных мин. Слушайте, ну прямо вот фотографии. Нет. Ведь мировые СМИ даже не транслируют это. Никто не повторяет. Всё это умирает на корню. Нигде нет. Ни в интернете, ни в интервьюционных экранах. Ничего нет. Нет. Это тоже использование монополии в средствах массовой информации для того, чтобы продвигать нужную информацию и убивать всё, что им мешает. Но это же есть. Ну вот все молчают. Поэтому, конечно, нужно создавать это единое пространство во всех смыслах от Лиссабона до Владивостока. Но это можно делать только с теми, кто имеют право голоса. Я не хочу ничего не провоцировать, ничего никого обнижать. Но это такая практика, такая реальность жизни сегодняшней. Но это, тем не менее, на мой взгляд, в исторической перспективе это возможно. Я уже упоминал об этом. Сейчас ещё раз скажу. Мне когда-то Коль, Гельмут Коль сказал, что Штаты займутся когда-то своими делами, в том числе в Латинской Америке. Азия будет мощно развиваться своим путём. Если европейская цивилизация хочет сохраниться как центр, какой-то мировой центр, то, конечно, нужно быть с Россией. Вот такова была позиция Гельмута Коля. Сегодняшнее руководство Федеративной Республики, видимо, придерживается других взглядов. Но это выбор европейских стран. Но я бы хотел вернуться к тому, с чего вы начали. Вы сказали, что свет погас в Кишиневе. Непонятно, почему он погас. Мы точно к этому не имеем никакого отношения. Ну, да, вы знаете, я почему об этом говорю? Потому что во всём всегда обвиняют Россию. Где-то свет погас, где-то туалет не работает, извините, где-то ещё что-то. Во всём виновата Россия. Понимаете? Это, помните, как в известном фильме? А это церковь там... Часовню. Часовню какого-то, там, 12-го или какого века тоже мы разрушили. Но, слава Богу, нет. Значит, но вот хочу вас проинформировать. И это то, что я скажу, что называется чистая правда. Мы когда вели переговоры с представителями правительства Молдова по поводу поставок газа, по поводу цен на газ, Газпром занял абсолютно прагматичную рыночную позицию по контракту с Молдовой на поставке газа, природного газа. Значит, молдавская сторона не согласилась с позицией Газпрома и настаивала на ценовых преференциях. Газпром уперся. Значит, потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдавского государства. Сказал ему, что это ценно, хотя и справедливо, и с рыночной точки зрения, но неподъёмные для Молдовы, если и платить не смогут. Какой-то в этом смысл. Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению. Газпром пошёл навстречу правительству Молдовы и заключил контракт на поставку газа на молдовских условиях, на условиях молдавской стороны, молдавского правительства. Там много деталей, я просто не хочу утомлять аудиторию, потому что кроме вас это никому не интересно. Там связано с долгами, связано с текущими платежами, с предоплатой определённой. Но в целом по ценовым параметрам полностью пошли навстречу молдавской стороне. Ну платить надо, конечно. Но это же само по себе, мне кажется, очевидным является. Почему дело довели до того, что света нет в Молдове, но это уже, извините, не наша проблема. – Владимир Владимирович, вы про Европу вспомнили. Месяца два назад был такой интересный, или даже меньше, интересный эпизод, когда оказалось, что когда вы незадолго до начала боевых действий разговаривали с президентом Макроном, у него в кабинете сидели журналисты, и по громкой связи всё это транслировалось, и они всё это записывали. Ну такая несколько необычная форма, ну ладно. Вот вы к таким вещам, это не первый раз, вы к таким вещам как относитесь? – Отрицательно. Я считаю, что существуют определённые форматы общения между главами государств. Их надо соблюдать, иначе пропадает доверие к тому, что делает партнёр. В целом здесь нет ничего предусудительного, если то, что мы говорим, о чём мы говорим, если наши оценки доходят до представителей средств массовой информации. Ну просто тогда об этом нужно предупреждать. – Вас не предупреждали? – Ну конечно нет. Наоборот, когда идут телефонные переговоры, в том числе по закрытым каналам связи, всегда исходим из того, что это конфиденциальные переговоры, они огласке не принадлежат, или подлежит что-то по договорённости сторон. Если это делается в одностороннем порядке, то это, конечно, неприлично. – А теперь, когда Макрон звонит, вы уточняете, кто у него там рядом? – Нет. – А почему? – А потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает. – Понятно. – Так, пожалуйста, вот в первом ряду из Индонезии гость. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. – Спасибо. – Спасибо. Мария Иванова. – Спасибо. Такая красивая женщина. С удовольствием. У нас очень добрые отношения с Индонезией на протяжении практически всей новейшей истории. Президент Федода, когда звонит мне, он обращается ко мне со словами «брат», я ему говорю то же самое, и мы дорожим отношениями, которые у нас сложились с Индонезией. Я благодарен руководству и президенту за приглашение на «двадцатку». Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно совершенно будет представлена на высоком уровне, но, может быть, и я поеду, мы пока подумаем. Что касается создания новых блоков в Азии, то, на мой взгляд, это попытка перенести в Азию провалившуюся систему блокового мышления из Атлантического региона. И без всякого сомнения, это вредная затея. Это опять попытка дружить с кем-то против кого-то, в данном случае дружить против Китая. Мы не просто не поддерживаем попытку реанимировать это или воссоздать теперь в Азиатско-Тихоокеанском регионе то, что происходило в Атлантике, но и считаем, что это очень вредная и опасная затея. Надо сказать, что это имеет неблагоприятные последствия и для участников, и для союзников в тех же Соединенных Штатах, у которых, как мы знаем, отбирают контракты на поставку подводных лодок, ещё что-то такое. Просто ещё ничего не сделано, а негативные последствия, в том числе для союзников Штатов, наступают. И если такая практика будет продолжаться, количество этих ошибок и проблем будет только возрастать. Мы, конечно, выступали и выступаем против политики подобного рода. Так, генерал Шарма, я знаю, хотел вас спросить. Только, please, wait the mic. Mr. President, in a post-Hajmanic world, what role you expect India to play? Индия проделала колоссальный путь развития от английской колонии до современного её состояния. Почти полтора миллиарда человек и заметные результаты развития вызывают и всеобщее восхищение, и уважение к Индии со стороны всего мира. Очень многое сделано за последние годы под руководством премьер-министра Моди. Он, безусловно, патриот своей стороны, и вот этот его тезис «делай в Индии», он имеет значение. И экономический, и моральный Индия сделала огромные шаги в своём развитии. И, конечно, за ней огромное будущее. Индия не только вправе огородиться тем, что это самая крупная демократия, в хорошем смысле этого слова, но и огородиться темпами своего развития. Вот это чрезвычайно важная база, на которой развивается Индия. У нас с Индией особые отношения, вызванные или строящиеся на фундаменте очень близких союзнических отношений на протяжении многих-многих десятилетий. У нас в Индии никогда не было никаких, я хочу это подчеркнуть, никогда и никаких сложных вопросов. Мы всегда только поддерживали друг друга. Так происходит сейчас, уверен, так будет происходить и в будущем. Сейчас темпы экономического взаимодействия растут. Премьер-министр Моди просил меня увеличить, ну, например, в качестве примера. Ну, во-первых, растёт товарооборот в целом, но в качестве примера, премьер-министр Моди просил меня увеличить поставки удобрений, что очень важно для индийского сельского хозяйства. И мы сделали это. Как вы думаете, на сколько? В 7,6 раза увеличены поставки удобрений в Индии. Не в какие-то проценты, а в 7,6 раза. Это, значит, почти в два раза вырос товарооборот в сфере купли-продажи сельхозпродукции. У нас продолжаются взаимоотношения в области военно-технического сотрудничества. И премьер-министр Моди – тот человек, один из тех людей в мире, который в состоянии проводить независимую внешнюю политику в интересах своего народа. И несмотря ни на какие попытки что-то сдержать, что-то ограничить, он, знаете, как ледокол, так движется спокойно в нужном для индийского государства направлении. Я думаю, что за такими странами, как Индия, не только большое будущее, но и, безусловно, растущая роль в международных делах. Раз про удобрения речь зашла, я бы что-то сразу вспомнил о Бразилии. Вот Игорь Гилов где у нас там сидит? Вот здесь вот где-то. В Бразилии, кстати, мы договаривались о том, что и поставки удобрения будут нарастать, но, к сожалению, чуть-чуть сократилось. Не знаю почему, может, из-за логистики. Там, по-моему, на несколько процентов сократились поставки удобрения. Так, ну он нас покинул куда-то, но неважно. Тогда я, собственно, спрошу, чего я знаю, он хотел спросить. А вот тут выбор у них, вот на днях буквально. Мы как? Лула, наверное, вернётся. Вы же с ним в хороших отношениях? Мы в хороших отношениях к господинам Лулу и мы в хороших отношениях с господином Балсионару. Мы не вмешиваемся в внутриполитические процессы. Вот это самое главное. Мы знаем, что в Индии, несмотря на острые политические, внутриполитические процессы, консенсус в отношении сотрудничества с Россией, консенсус в отношении нашего взаимодействия в рамках БРИКС, для нас это имеет принципиальное значение. Мы исходим из этого. У нас тоже консенсус в отношении взаимодействия с Бразилией. Мы считаем Бразилию важнейшим нашим партнёром в Латинской Америке. Так оно и есть. И будем всё делать для того, чтобы эти отношения развивались в будущем. Владимир Владимирович, раз мы по БРИКС пошли, вот тут была инициатива буквально неделю-полторы назад, что Саудовская Аравия хочет присоединиться. Вы поддерживаете? Да, мы поддерживаем. Для этого нужен консенсус всех стран БРИКС. Но Саудовская Аравия – это быстро развивающаяся страна, и связано это не только с тем, что она является лидером по производству углеводородов, добыче нефти. Это связано с тем, что у наследного принца, у правительства Саудовской Аравии очень большие планы, что очень важно, по диверсификации экономики. Там целые планы национального развития свёрстаны по этому направлению. Я уверен, что они будут, имея в виду энергию и творческий потенциал наследного принца, уверен, что они будут реализованы, эти планы. Поэтому, конечно, Саудовская Аравия достойна быть членом крупных международных организаций, и таких, как БРИКС, и таких, как ШОС. Совсем недавно определили статус Саудовской Аравии в ШОС, и будем развивать отношения с этой страной и в двухстороннем плане, и на многосторонних площадках. А сейчас вот на Западе пишут очень много, что Бен Салман из-за вас американцам хамит. Это неправда. Значит, Бен Салман – человек молодой, решительный, с характером. Это очевидный факт. Ему не надо хамить, и тогда в ответ не услышите жёстких оценок с его стороны. Вот и всё. Надо уважать и наследного принца, и саму Саудовскую Аравию. И они будут отвечать тем же. Тем же будут отвечать и тем, кто им хамит. Так, Мухаммед Джавет. Да, а что касается нас, это вот, извините, пожалуйста, это полный чушь, потому что вообще и наследные принцы, и всё саудовское руководство, они руководствуются своими собственными национальными интересами. И если речь идёт о том, сокращать или увеличивать добычу, я знаю наследного принца, уже хорошо лично, знаю, чем он руководствуется. Он руководствуется, конечно, национальными интересами и интересами сбалансирования энергетических рынков. В этом смысле его позиция, я сейчас говорю без всяких шуток, она является абсолютно взвешенной. Она направлена на баланс интересов как производителей, так и потребителей. Ведь на энергетических рынках важна даже не цена конечная, важно не это. Это текущая экономическая или политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость, стабильность. Вот что важно. Вот наследный принц как раз к этому стремится и в целом добивается того, чего он хочет. То есть ему на шею тоже не сядешь? Нет уж точно нет. Так, прошу. Спасибо. 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 . . Спасибо. . . . Спасибо. . Спасибо. 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 . . Спасибо. . . . . Спасибо. . . . . . Субтитры. . Субтитры. . . Спасибо. Субтитры. 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 И преподнося своему собственному народу, как борьбу за интересы украинского народа. Вот что происходит в действительности. Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, у нас, я говорю об этом с сожалением, и потери бывают один к десяти, один к восьми. В последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем. Но разве истинные патриоты своей страны могут это допустить? Они прямо по этому пути идут спокойно и даже без оглядки, не думают об этом. Конечно, не свои национальные интересы защищают. Но это зараза национализма живучая, а то, что она завязана на неонацизм, стараются или предпочитают не замечать. И это, конечно, огромная проблема и для самого украинского сегодняшнего режима, и для тех, кто их поддерживает. Безусловно. Но мы не можем на это не обращать внимания. И всегда будем указывать на это, в том числе как на одну из первопричин сегодняшнего кризиса. Господин Ким. Hello. Hello. I am Kim Hong-jong. I'm from South Korea. It's my second time to join the Valdai Club. And I learn a lot. And I thank you very much for your providing the chances to think many things. And I have some questions about the first one is about the security. So I'd like to know your opinion or Russia's position on growing tensions actually between China and the United States over Taiwan. And North Korea's nuclear and missile development. And another question is about the combat against climate change. Russia is very rich in the faster natural resources. And so too speedy, I mean, you know, transformation of the carbon neutral might contradict Russia's interest. What do you think about that? Thank you. Начну с последнего. Переход к углеродной нейтральности не противоречит российским интересам. Потому что у нас существуют возможности развития альтернативных видов энергии, в том числе водородной, в том числе чистого водорода. И здесь у нас есть серьёзные конкурентные преимущества. В том числе можно газ использовать. Ну, здесь много возможностей. Это нас не пугает абсолютно. А наоборот, создаёт для нас стимулы для развития. Ну, а в качестве переходного энергоресурса, первичного газа является самым лучшим источником энергии. Можно, если говорить о глубокой переработке нефти, то и здесь мы в значительной степени имеем те преимущества, о которых я только что сказал. Нашим интересам это никак не противоречит. Нашим интересам противоречит только вакханалия в сфере энергетики, забегание вперёд в решении вопросов, связанных с энергобезопасностью, связанных с обеспечением зелёной энергетики. Ну, как можно было в течение многих-многих лет недофинансировать, препятствовать инвестициям в традиционную энергетику, не подготовив для этого перехода всё, что связано с энергетикой зелёной? Ну, как это можно было сделать? Вот это, в значительной степени, именно это лежит в основе сегодняшнего энергокризиса. Ведь западные политики просто болтают языком для того, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, пугают сначала рядовых граждан возможными климатическими изменениями. Потом на базе этого страха начинают обещать то, что выполнить невозможно, получают голоса избирателей, приходят к власти, а потом – бум! А что сейчас происходит? Возврат к угольной генерации? Возврат к топочному мазуту? Ну и что? Наболтали языком, а результат-то какой? И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Чего отказываетесь? Вот у нас осталось после взрыва северных потоков. Одна труба работает, 27,5 миллиардов кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь при чём? Не хотят – не надо. Что касается зелёной энергетики, я повторяю, должно быть всё подготовлено своевременно. Системные меры, ограничивающие развитие традиционных видов энергии, привели как раз к этому серьёзному кризису. Ну, финансирования нет, банки не дают кредитов, не только европейским. И в Штатах то же самое происходит. Почему там ограничено? Почему банки не дают, не страхуют, землю не выделяют, транспорт не строят для нефти и газопередачи этих продуктов? И это продолжается годами. Существенное недофинансирование отрасли – перелог, дефицит. Вот и всё. Вот, значит, из запасов Штаты выделяют нефть, из стратегических. Ну, хорошо, из стратегических запасов. Но завтра же надо будет закупать. Мы слышим, будем закупать тогда, когда цены упадут. Но они не падают. И чего? Здрасте, приехали. Придётся покупать по высоким ценам. Опять цены пошли вверх. Но мы-то здесь при чём? Это системные ошибки в сфере энергетики тех, кто должен об этом думать и заниматься этим. Вот это первое. Второе. По поводу Северной Кореи. И того, что касается Тайваня. Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Мы всегда придерживались этой позиции. И она у нас не меняется. И вот все телодвижения провокационного характера, связанные с посещением Тайваня высшими должностными лицами Соединённых Штатов, воспринимаются у нас в России не иначе, как провокация. Зачем они это делают? Я, честно говоря, не знаю. Вот, вы знаете, мы со многими здесь знакомы многие-многие годы, правда? И говорим как бы на одном языке. Но давайте уж совсем, может, так, по-семейному. Ну вот происходит то, что происходит, это трагедия на Украине. То есть весь Запад на нас там обрушился, пытает развалить нашу экономику, оружие, там миллиардами боеприпасов поставляют на Украину, борются с Россией. Но зачем надо в это же время портить отношения с Китаем? Ну, они нормальные люди или нет? Ну, кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике. Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань, чтобы провоцировать Китай на ответные какие-то действия? В то время, когда они с Россией не могут урегулировать никак отношения из-за того, что происходит на Украине. Ну, бред какой-то просто. Но и кажется, что в этом есть какая-то тонкая, глубокая злодумка. Я думаю, что нет там ни шиша никакой тонкой злодумки. Просто бред и всё. И самоуверенность. Вы понимаете, в чём дело? Самоуверенность и чувство безнаказанности. Вот что лежит в основе подобных иррациональных действий. Теперь, что касается… Наша позиция понятна, я её изложил. Значит, теперь, что касается проблемы, ядерной проблемы Корейской народно-демократической республики. На мой взгляд, эта проблема тоже, ведь, знаете, в чём лежит? В нежелании разговаривать. В абсолютно таком хамском отношении к интересам Северной Кореи. В том числе в сфере безопасности. Ведь практически обо всём договорились был момент. И северокорейские лидеры согласились, по сути, с предложениями Соединённых Штатов, как урегулировать эту проблему, в том числе касающуюся ядерной составляющей. Нет, в последний момент американская сторона изменила свою позицию и заставила, по сути, северокорейское руководство отказаться от достигнутых договорённостей. Но Штаты же это сделали. Ввели там санкции дополнительные, начали что-то ограничивать в сфере финансов, банковской деятельности. Хотя была договорённость этого не делать. Зачем? Это же не очень понятно. У нас, кстати, с Китайской народной республики есть совместные предложения по поводу того, как нужно двигаться на пути разрешения этой проблемы. Эти предложения сформулированы в двух наших документах. Это всем хорошо известно. Мы будем придерживаться согласованной позиции. Кстати говоря, что касается вопросов гуманитарного характера и подобных вопросов, здесь тоже нужно понимать, в каком состоянии находится экономика Северной Кореи, каковы потребности рядовых граждан, и не закручивать гайки, а исходя из гуманитарных соображений решать определённые вопросы. Нам также известно, что у нас очень добрые отношения с Республикой Кореи. И мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с Корейской народно-демократической республикой. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения. А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы начали возобновить его сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению? Вас бы это порадовало? Я прошу обратить на это внимание. Владимир Владимирович, раз уж Вы сами сказали, что мы тут по-семейному... Да, значит, через Польшу. Через Польшу. По-семейному. Приоткройте завесу тогда нашему семейному кружку. Много спекуляций было. Вот Вы, когда в начале февраля были в Китае и встречались с председателем СИ, Вы его предупреждали о планах специальных? А он потом не высказывал Вам обиду, что не поделились по-дружески? Вы знаете, это... Китайский лидер не такой человек, который высказывает обиду в отношении чего-либо. Он самодостаточный лидер мирового масштаба, а потом у нас нет такой необходимости в этом. Мы принимаем суверенные решения, и Россия, и Китайская народная республика. Поэтому Китай прекрасно видит, что значит для России стремление Запада продвинуть инфраструктуру блока НАТО к нашим границам. Он объективно оценивает эти ситуации. Также, как и видит то, что происходило на Донбассе в последние 8 лет. Прекрасно в состоянии оценить последствия и причины государственного переворота на Украине в 2014 году. Конечно, Китайская народная республика, руководство Китая выступает за прагматичные сбалансированные решения кризиса, который имеет место быть на Украине, мирным путём. И мы с уважением относимся к этой позиции. Так, ну тогда Нельсон Вонг, наверное, раз уж мы... Нельсон, вот, сидит. Нельсон Вонг из Шанхай, Чина. Это настоящая честь, президент. В ваших ответах вы говорили, что руководитель оборудовательства, который часто используется, и что еще используется, и что еще используется, и что еще используется. очень часто, в последние четырёх дней в наших обсуждениях. Поэтому мне вопрос к вам, президенту, что, на самом деле, мы действительно идем к тем временем, без супер-экономии, который был первый день этой встречи на первом день. Так что, когда США, как единственная мощность, потеряя их контроль, и мы переходим в новую эра, это не только начало и начало, но и уже мы в процессе. Так что, в новой эра, я думаю, что мы также должны иметь какие-то правила. Так что, если мы никогда не иметь какие-то правила, то, в вашем мнении, М. Президент, что самое важное? Конечно, это еще не было, но для того, чтобы аргументу, что вы думаете, это самое важное, когда в связи с установкой новой сетей правилами? Спасибо. И одинаково понимали эти правила. Отказываться от этих правил, либо кардинальным образом их модернизировать, можно только тогда, когда подготовлена база для развития отношений на каких-то других принципах. Устав Организации Объединённых Наций зафиксировал сложившееся соотношение сил после Второй мировой войны. И, конечно, мир капитальным образом меняется, изменился. Растут такие гиганты, как Китай, как Индия, как Индонезия, с большим количеством населения. В Африке такие страны огромные, возникают, развиваются по 200 миллионов населения человек. В Латинской Америке мир меняется. И, конечно, нормы международного права должны следовать за этими изменениями и регулировать отношения между государствами в соответствии с тем балансом сил, который складывается в реальной жизни в мире. Но делать это надо спокойно, не спеша, по понятным принципам, а не кем-то выдуманным правилам. Я же вот говорил в выступлении. Да и кто читал-то этих правил? Говорят о каких-то правилах. Каких правилах? Где они написаны? Кто согласовал? Ну, чушь какая-то просто. Для идиотов, что ли, это всё говорится? Понимаете, на какую-то широкую публику людей, которые даже и читать-то как следует не умеют. Какие правила-то? Кто с ними работал? Ну, бредятина просто, и всё. Нет, это долдонят, как у нас в народе говорят, бесконечно, и всё. А тем, кто не соблюдает, против них будут вводить какие-то ограничения и санкции. С Китаем ведут торговую войну и так далее. В связи с этим указывают на то, что Китай должен делать в отдельных своих провинциях, регулировать, как там должны отношения, соблюдение прав человека. Это инструменты в борьбе с Китайской народной республикой. Причём инструменты недобросовестной конкуренции. Вот это что такое. Боятся растущей мощи Китая. И вот из-за этого всё происходит. Вот выискивают там и права человека, и отдельные регионы Китая ставятся под раздачу этих решений текущих вопросов экономического и политического характера. Только в этом, смысл только в этом, борьба с Китаем как с растущим конкурентом. И придумаются всякие инструменты. Что может лежать в основе? Соблюдение интересов, открытость и общее правило, единообразно понимаемые и применяемые всеми участниками международного общения. Нужно вот этого баланса интересов достичь, восстановить его, этот баланс интересов, и следовать этим нормам. Но делать это, мне кажется, нужно публично, а не закулисно, не в интересах одной страны, либо группы стран, а в интересах всего международного сообщества. – Владимир Владимирович, не уходя от Китая, и немножко к предыдущему вопросу по поводу энергетики, зелёной и прочей. Ну, понятно, что европейский рынок энергетический, видимо, в ближайшие годы закроется для нас совсем. Ну, есть такая вероятность. Мы готовы быстро, быстро построить инфраструктуру для азиатских рынков? – Ну, вы знаете, мы же это делали не исходя из сегодняшней конъюнктуры. Мы делали это давно. Но сила Сибири же построена не в связи с событиями на Украине. Она строилась потому, что мы отдавали себе отчёт в том, что потребности наших друзей в Китае в энергетике растут, а у нас есть возможности эти потребности удовлетворить. Мы ведём переговоры и с Индией о различных способах доставки наших энергоресурсов на индийский рынок, с другими странами. Мы будем продолжать сжижение природного газа. Наше участие на мировых рынках СПГ пока скромными являются, но растут постоянно. Мы будем это делать дальше. Мы будем развивать это направление. Повторю, даже не в связи с ограничениями сегодняшнего дня, а потому что таковы тенденции развития мировой экономики. Но китайская экономика по паритету покупательной способности стала больше американской. Но это же факт, и потребности растут. Ну почему же нам, тем более наши друзья, соседи, у нас замечательные отношения, общая граница, чего же нам туда не поставлять-то, так же, как другие азиатские страны. И мы делали это и будем это делать. То есть сейчас фактически мы уже договорились о новой системе через Монголию, и Монголия заинтересована, и Китай. Значит, мы будем пускать наших друзей и партнёров в добычные наши ресурсы. Почему нет-то? Так как мы это делали с европейцами, с американцами, но они предпочитают уходить там с нашего рынка, ну, с лаком в руки пускай двигаются куда хотят, в любую сторону. Но это для них хорошо или нет? Я думаю, что на самом деле плохо, но это уходит с потерями причём. Кто хочет, пускай заходит. Но мы открыты для сотрудничества, и этот процесс будет продолжаться. Готовы мы к этому или нет? Да мы давно к этому готовимся, уже много лет, и будем продолжать этот процесс дальше. Я здесь не вижу вообще никаких непреодолимых препятствий, никаких вопросов, которые мы не смогли бы решить. Всё будет решено. Так, коллеги. Так, вот там сзади я не вижу кто, две руки. Вот, вот, да, самая высокая рука. А, понятно. Алексей Дермонт, Минск, Беларусь. Прежде чем задам свой вопрос, Владимир Владимирович, хотел бы передать слова поддержки от многих-многих белорусов. Я встречаюсь с ними часто на дискуссионных площадках, где мы обсуждаем, в том числе, Украину, события. Поэтому лично вам и России, которая ведёт борьбу с нацизмом на Украине, горячая самая поддержка граждан моей страны. Но вопрос я хотел бы задать следующий. Вот в связи с тем, что Запад, по сути, строит самые настоящие стены, устраивает блокаду, санкционное давление на Республику Беларусь и на Россию. В связи с этим очень большое значение сейчас приобретает коридор Север-Юг в логистическом, финансовом значении. И, конечно, важно его сейчас наполнять конкретными проектами, которые включают и Россию, и Беларусь. Но не кажется ли вам, что вот с ростом развития Азии, Востока в целом, нам нужно не только развивать инфраструктуру материальную, но и обратить внимание на культурно-гуманитарный аспект, чтобы у нас со странами Востока совпадали идеи, ценности и определённые взгляды на мир. Спасибо. Вы правы. Но мы так и делаем. И даже не потому, что кто-то строит стену со стороны Запада. Мы так всегда делаем. Ведь, смотрите, основная часть населения России расположена в европейской части, но территория-то в значительной степени за Уральскими горами находится. Поэтому Россия, евразийская сторона, мы всегда это помним, никогда об этом не забывали. Мы традиционно развиваем отношения с азиатскими странами, ну а тем более сейчас, когда там наблюдается такой взрывной рост. Ну, не прямо сейчас, на протяжении нескольких лет уже мы же это всё видим. Поэтому мы в значительной степени переориентировали уже наше сотрудничество с азиатскими странами. Ну, конечно, разве можно развивать экономические связи, не обращая внимания на гуманитарную составляющую? Но в известной степени Китай и Индия являются колыбелью мировых цивилизаций. Мы всегда относились и относимся к этому с огромным уважением и вниманием, и интересом. Интерес российской общественности к этим цивилизациям всегда был очень высоким. Кстати говоря, и школы по изучению Индии, Китая, культура того и другого государства, народов этих государств, это тоже многонациональные государства, у нас очень высокий уровень науки по этим направлениям. Это всегда было традиционно для России, и мы будем это поддерживать в будущем. Так, дорогие коллеги, пошёл четвёртый час нашей работы. Я думаю, что мы и так уже злоупотребили временем президента Российской Федерации. Один вопрос. Есть ещё какой-нибудь, шкучий у кого-нибудь? Нету. Есть. Прошу вас. Ну сейчас, поднимайте, пожалуйста, руку, да? Прошу вас. Прошу вас. У нас очень добрый, традиционный, хорошие отношения с Африкой в целом, в том числе и с Южноафриканской республикой. Ещё со времён, как вы знаете, борьбы Африки за свою независимость, со времён борьбы с колониализмом. Вот эти абсолютно уникальные отношения сложились за те годы, когда Советский Союз, Россия поддерживала африканские государства в их борьбе за свою свободу. И вот этот фундамент наших отношений, сложившихся в прежние десятилетия, он, конечно, должен быть использован в новых условиях для развития многосторонних отношений с африканскими государствами и сегодня, в том числе и с Южноафриканской республикой, которая является, как известно, очень активным и действенным нашим партнёром и в рамках БРИКС. Мы дорожим этим, мы знаем возможности Южноафриканской республики, мы знаем возможности и уверены в будущем африканского континента. И, безусловно, будем развивать наши отношения с африканскими странами, причём с теми, с которыми у нас традиционные отношения сложились на протяжении прежних десятилетий, и с теми, с которыми они только складываются сейчас. Но, что касается сути вашего вопроса и первой его части, я, в принципе, мне кажется, ответил, вряд ли смогу прямо в коротком ответе детализировать свою позицию, но нужно найти баланс интересов. Это невозможно сделать в условиях гегемонии или попытке сохранить гегемонию одной страны, либо группы стран в отношении всего остального человечества. И этим гегемонам придётся считаться с этими законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения. И не на словах, а на деле. Ведь что происходит? На словах все за равенство, за попытку, за поддержку африканских стран, скажем, и так далее. На словах всё звучит красиво. А на практике что происходит? Ведь какие инструменты используются сегодня? Скажем, инструмент того же доллара, либо других валют, скажем, евро. Вот что происходит в практической жизни? Значит, 5,9 триллиона долларов напечатали за последние два года, и 2,9 триллиона евро напечатали. Куда делись эти деньги? Они пошли на скупку товаров на мировых рынках. И Соединённые Штаты из импортера продовольствия стали покупать с мировых рынков продовольствия больше, чем продавать на мировые рынки. Начали скупать продовольствие за счёт того, что печатные станут у них. Вот к чему ведёт финансовая монополия. Сразу возник дефицит. Мало того, что был не урожай в предыдущем году, возникла и пандемия, сокращение производства. Денег напечатали в борьбе с пандемией, выбросили своему населению. Началась скупка продовольствия. Цены пошли вверх. А страдает кто? Прежде всего, страны Африки, ну и отчасти Латинской Америки, Азии. Кто-то об этом думает, но, конечно, думают те, кто это делает. Плевать они хотели на эти последствия. Они решают свои интересы, не думая о тех последствиях, которые наступают для тех же африканских стран. А то же самое происходит по другой части продовольственного рынка, связанного с удобрениями. Ну, послушайте. Ну, как это можно? Я уже говорил об этом, скажу ещё раз. Ну, как можно было принять решение о том, чтобы снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти ограничения сняты только для стран Евросоюза? Ну, они что, совсем с ума сошли, что ли? Ну, они же письменно выпустили это разъяснение. Ну, как это можно себе представить? Ну, они же делают это без стеснения, без всего. Это что, соблюдение баланса интересов, что ли? Вот мы уже много раз сказали, у нас 300 тысяч тонн удобрений арестовано в европейских портах лежит. Наша компания бесплатно готова отдать, но не отдают. В том числе и африканские страны. Меня некоторые лидеры африканских стран спросили, а где конкретно можете? Я думаю, что я там попросил помощников, чтобы они разослали. Где и сколько находят? 300 тысяч тонн. Это миллионы долларов-то. Ну, отдайте беднейшим странам. Они нуждаются в этом. Нет, не отпускают. Это что, соблюдение баланса интересов? Ну, хотите бороться с Россией, флаг вам в руки, боритесь. Не хотите, чтобы мы получали дополнительный доход? Но мы же бесплатно отдаём. Дохода нет никакого. Отдайте развивающимся странам. Ваши действия способствуют только тому, что цены растут. Зачем вы это делаете? Ну, значит, заинтересованы в этом в чём-то. Зачем? Это что, баланс интересов? Как добиться того, чтобы отношения были стабильными? Надо сбиваться от этого баланса. Надо действовать в рамках тех норм, которые мы называем нормами международного права. Надо их согласовывать и придерживаться, в том числе в финансовой сфере, создавать независимые системы международных расчётов, о которых я говорил. Вот я конкретный пример привёл, к чему ведёт бесконечная эмиссия, неограниченная эмиссия основных валют. Она же имеет практические последствия, в том числе и прежде всего для развивающихся стран. Ещё раз хочу к этому вернуться. Для того, чтобы мир был стабильным, нужно добиваться вот этого баланса интересов. Пожалуйста, вот здесь вот руку поднимали. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, дайте, пожалуйста, микрофон. Наталья, кто там поднимал? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Да, Наталья Цайзер. М. Президент, два маленьких вопроса. На Наталью не похожи, конечно. Во-первых, что касается интеграции. Это вопрос очень тонкий, и здесь тоже мы должны добиваться именно того, о чём я говорил, примитивно ко всему миру. Нужно добиваться баланса интересов. И делать это нужно профессионально, без всякой спешки и последовательно. У нас есть определённые планы в рамках Евразийского экономического союза. Это касается снятия ограничений по важнейшим товарным группам для полного обеспечения свободного движения товаров, финансов, капиталов и рабочей силы. И забегать вперёд не считаю целесообразным, так как это было, скажем, в Евросоюзе, когда некоторые страны с определённым уровнем экономического развития попали в зону евро, а потом не знали, что с этим делать. Потому что возникают проблемы, когда инструмент инфляции становится недоступным для регулирования ситуации внутри экономики. Я имею в виду, допустим, ситуацию с Грецией, известную, да и с некоторыми другими странами. Поэтому мы вперёд забегать не должны, но должны последовательно идти к реализации тех планов, которые намечены. Мы знаем, что мы должны в этом направлении делать и будем это делать обязательно, учитывая интересы всех участников этого процесса. Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран и Соединённых Штатов и Европы, хочу сказать самое главное. Боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе. Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия – ваш друг. И мы на протяжении десятилетий всё делали и готовы делать в будущем для того, чтобы укреплять наши отношения. Я в этой связи, вот сейчас мне в голову пришёл анекдот, который недавно рассказывал своим коллегам. Мне один приятель из Германии его рассказал недавно. Семья. Папа спрашивает у... Сын спрашивает у папы. Папа, почему так холодно? Он говорит, потому что Россия напала на Украину. Ребёнок спрашивает, а мы здесь при чём? А мы ввели санкции против русских. Зачем? Чтобы им было плохо. А мы что, русские? Я хочу сказать, что все проблемы, и это обращаясь к гражданам, в данном случае европейских стран, да и соединённых что-то, все проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями России. Они связаны с системными ошибками вашего политического руководства, политического руководства ваших стран. И в сфере энергетики, и в сфере продовольствия, и в сфере монетарной политики, которая привела к небывалому росту инфляции и к дефициту энергоресурсов. Россия здесь ни при чём. Это результат системных ошибок руководства ваших стран. И нужно провести здравый анализ того, что происходит, и добиваться изменения экономической политики. Что касается политики на международной политике, то, конечно, это всегда решение суверенных государств, но оно должно быть, безусловно, основано на мнении избирателей, рядовых граждан той или иной стороны. Но рядовые граждане должны знать, я закончу тем, с чего начал, Россия не враг и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединённых Штатов. И мы знаем, что у нас, в России, там очень много друзей. Будем строить свои отношения с так называемым коллективным Западом, а с Западом, опираясь именно на эту часть населения европейских стран и Соединённых Штатов. Владимир Владимирович, а призыв бороться за повышение заработной платы гражданам России тоже относится? Да. Прекрасно. Все услышали. Значит, и должен вам сказать, что это один из принципиальных вопросов, которым должно заниматься правительство. Значит, и профсоюзы это делают, делают несмотря ни на что, делают несмотря ни на какие спецоперации. Идёт сложный диалог в трёхсторонней комиссии между представителями работодателей, профсоюзами и правительством. Этот диалог продолжается. Мы видим, значит, что номинальные доходы граждан растут, а реальные чуть-чуть всё-таки стали пониже. И, имея в виду состояние российской экономики, мы можем решать эти проблемы и должны это делать. В соответствии с имеющимися планами у российского правительства, надеюсь, что все задачи, которые мы в этом смысле и в этом ключе перед собой ставим, будут решены. Так, друзья, я предлагаю… Владимир Владимирович, вы тут не командуете, тут я командую. Это как гегемонизм называется. Ну, что делать, ещё не преодолели. Коллеги, я предлагаю блиц в конце, значит, чтобы Наталья обиженная, и ещё там два вопроса, и на этом уже будем завершать. Ну, хорошо. Наталья. Владимир Владимирович, добрый вечер. Наталья Цайзер, Союз Африканская деловая инициатива. Я почти 15 лет занимаюсь развитием международных отношений и расширением контактов в сфере общественной дипломатии. И как человек, который строит мосты, мне важно всегда проецировать какие-то действия в будущем. Очевидно, что мы стоим перед неким новым историческим этапом, и когда глава текущих событий будет закончена, появится необходимость формирования новых или иных институтов международного партнёрства. Причём речь идёт, наверное, не о определившихся странах, а в том числе о странах, которые в силу своего геополитического положения не могут открыто высказать свои намерения и позицию. Владимир Владимирович, каким Вы видите новый институт международного партнёрства? Какой базис паритетов Россия готова предложить международному уровню? И какие механизмы, инструменты и лица необходимы для обретения новых союзников, партнёров, друзей не на декларативном, а на принципиально ответственном в своих договорённостях уровне? Считаете ли Вы, что, может быть, нам есть смысл менять какие-то или выстраивать иные подходы в рамках международного партнёрства в будущем? Спасибо. Вы знаете, у Вас такой широкий вопрос, если его назвать вопросом, это как бы позиция. Я что хотел бы сказать? Мне кажется, что я в целом уже ответил практически на то, что Вы сейчас спросили. Мы должны и можем делать упор на сотрудничество прежде всего с теми странами, которые являются суверенными в принятии своих фундаментальных решений. Это первое. Второе – нужно добиваться консенсуса при принятии их решений. И в-третьих – добиваться баланса интересов. В рамках каких институтов? Это, прежде всего, конечно, универсальные международные организации и номер один здесь – организации объединённых наций. Так, Алан Фриман, пожалуйста, вот здесь, вот впереди. Мистер Президент, I come from Canada, a NATO country, whose future prime minister's grandfather was a banderista. We've heard the worldwide opposition to the stance of NATO. And the many voices that exist in the global south. Those voices also exist in the north. They also exist in the collective west. Why don't we hear them? Because they are suppressed. Just look at what happened to Julian Assange. The media, the political elites, the academic elites have mounted an unprecedented campaign, which is racist and russophobic, which intimidates people to prevent them expressing the full extent of their disagreement with what their governments are doing. And so you do not see here the full extent of the opposition that exists in Europe, in Canada, in the United Kingdom. You don't see it. What can we do to build relations between those in the collective west that are fighting what their governments are trying to do, and the support that exists in the global south and in Russia for Russia's courageous actions and position in world politics? Mr. Мне кажется, что никто не должен ничем жертвовать из набора своих национальных интересов. Нужно просто бороться за свои национальные интересы. И мы будем работать с вами в унисон. Мы, конечно, не погружены в детали внутриполитической борьбы в странах коллективного Запада, о чём вы сказали. Мы не занимаемся такой работой с, вы знаете, наверное, лучше, чем я, с какой-то практически почти на уровне спецслужб, работой с оппозицией. У нас могут быть, как делают Запад в отношении нас и в отношении нашей оппозиции. Мы же знаем, сотни миллионов, если не миллиарды долларов тратятся на поддержку оппозиции, причём по всем направлениям, разными каналами, уже что только не придумывают для того, чтобы как-то финансовые ресурсы направлять в Россию для этих целей. Не успеваем даже следить за этим. Но мы этого ничего не делаем. Но мы рассчитываем на то, и я вот об этом много раз сегодня говорил, по-моему, даже в своём выступлении, что сама наша позиция по фундаментальным вопросам развития международных отношений и просто развитие общества является привлекательной для большого количества людей не только в мире в целом, но и в западных странах. Я вот только что ведь об этом сказал. Мы знаем, что у нас там очень много сторонников, и опираясь именно на этих сторонников, будем строить отношения со странами так называемого коллективного Запада. Со своей стороны могу только пожелать вам успехов в борьбе за ваши национальные интересы. Этого будет достаточно для того, чтобы сложились добрые отношения с Россией. Так, ну что ж, я думаю, всё-таки давайте последнее слово будет за мной, и я попрошу поднять руку любого из присутствующих, и отвечу на ваш вопрос. Да, пожалуйста. Ну, Габар Штир тогда вот, пожалуйста. Габар Штир тогда. Не только продолжается, но и обостряется ситуация, и кроме этого, ну, в мире это многие уже опасаются начала Третьей мировой войны. И сюда один вопрос, что у меня один из любимых городов в постсоветском пространстве – это Одесса. Как вы думаете, дайте мне совет, если я хотел бы туда поехать в следующем лету или через два года? Не тяните, поезжайте как можно быстрее. Шутка, шучу. Через два года тогда я должен спросить, российскую или украинскую везу? Вы знаете, Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной Второй. Но даже крайние националисты, по-моему, не решаются снести памятник основательнице города. Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас. Мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам. И я недавно выступал в Кремле публично, ещё раз об этом упомянул. Но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоры с Российской Федерацией. Вот те, кто о таких немало, правда, решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне, очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путём. Вот и всё. А что касается Вашей возможной поездки в Одессу, то, если без всяких шуток и шуточек, то я Вам рекомендую это сделать. Это очень действительно хороший, красивый город с замечательными традициями, историей. И это стоит того, чтобы на него полюбоваться. Правда, в последние годы, во всяком случае, тогда, когда я был в Одессе, она произвела на меня не самое лучшее впечатление, потому что явно коммунальное хозяйство было в упадке. Это было видно даже по фасадам зданий, хотя в центре вроде ничего пока ещё сохранялось. Да, чуть-чуть в сторону, там уже всё выглядело не так презентабельно. Но Одесса стоит того, чтобы на неё посмотреть. Давайте завершаю ещё ко мне. Ну, пожалуйста. Ну, вот тогда Карлос Рон, всё-таки Венесуэла, как без неё? Венесуэла? Да. Ну, хотелось бы, чтобы российский закончили. Российский? ıyorlar. Мужчанин, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но сказал также об ошибках, которые были допущены политическим руководством западных стран в сфере глобальной экономики, в финансовой сфере, энергетической, продовольственной. Но вот одно из подтверждений. Против Венесуэлы вели санкции. Она же один из самых крупных производителей нефти была до недавнего времени. Против Ирана вели санкции. Против России вели санкции. Значит, сейчас угрожают санкциями Саудовской Аравии. Хотят ввести ограничения по ценам на российскую нефть и газ. Но на каждом шагу совершают ошибку, которая ведёт к тяжелейшим последствиям для самих стран, которые вводят эти санкции. Это просто один из примеров. А потом ищут виноватых. Но сами всё своими руками делают, а потом ищут виноватых. Но, тем не менее, Венесуэла развивается. Есть большие проблемы, мы знаем об этом, но Венесуэла их преодолевает. Вот в отношении России вели санкции, ожидали полного обвала российской экономики. Здесь уже в начале нашей встречи сегодня мы об этом говорили. Но этого блицкрига не состоялось против российской экономики. Что происходит? Вот смотрите, инфляция у нас по году будет 12%, ну, примерно. И она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она где-то будет в районе 5%. В странах Евросоюза с развитой экономикой 17%, вот в Нидерландах. В некоторых 21-23, в два раза больше, чем у нас. Безработица 3,8%. Она меньше стала, безработица, чем в допандемийный период, была 4,7%. Значит, дефицит бюджета у нас, значит, в следующем году 2%, потом 1,4%, а ещё через год 0,7%. То практически во всех странах еврозоны он выше. Государственный долг принципиально ниже, чем в еврозоне, либо в Штатах, либо в Британии. Значит, спад экономики у нас будет в этом году. Примерно 2,9-2,8% будет. Но промышленное производство, обработка примерно на прежнем уровне остаётся. Стройка, строительный сектор вырос более чем 5%, 5,1% за 8 месяцев текущего года. Значит, сельское хозяйство выросло в два раза, и тенденция нарастает. Значит, у нас увеличивается объём кредитования и корпоративного сектора, и сектора потребления. Пошёл рост кредитования. Да, мы видели некоторые вопросы, связанные с оттоком денежной массы из банков, связанные с известными событиями. Деньги начали возвращаться назад. И правильно граждане делают, потому что чем держать под подушкой, терять деньги на инфляции, лучше иметь хоть какой-то процент в банке. Это совершенно очевидно. Устойчивость банковской системы у нас надёжна. Высокая устойчивость банковской системы. Повторяю, кредитование растёт. Но вот вы меня спросили, а что Россия может сделать для того, чтобы создавать условия для того, чтобы жить вне зависимости от этих станций и устойчиво развиваться? Мне кажется, пример неплохой, но и нужно объединять усилия всех, кто в этом заинтересован, добиваться вот этого согласия и баланса интересов, о котором я уже много рассказывал. И тогда, без всяких сомнений, успех будет обеспечен. Давайте здесь это закончим. Ну, наконец-то. Продолжение следует...